Парк дружбы народов. Уникальный архитектурный ансамбль из 20 национальных домов и подворий раскрывает культуру народов, проживающих в нашем регионе. Все дома, построенные по принципу равенства, имеют примерно одинаковую площадь – 50 квадратных метров. Впервые срубы появились на территории этнокультурного комплекса в 2017 году. Точные копии жилищ воссоздавали при помощи архитекторов и ученых. Открытие комплекса объединило на одной площадке представителей разных национальностей. Как обустраивали еврейское подворье, расскажем в программе «Самара многонациональная». Швейные машины, скрипки и миноры. Главный раввин России Берл Лазар побывал в этнокультурном комплексе «Парк дружбы народов» в Куйбышевском районе Самары. Квадратный еврейский самовар-чайник, который свистит на три голоса. Старинный аптечный фонарь, висевший на бывшей Симбирской, а на Нечапаевской улице, которому уже около 200 лет. Корзиночка для заболевшего ребенка, которую ставили на теплую печь, чтобы лечить. Все эти артефакты прошлого собраны в еврейском доме этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов». В нем побывал главный раввин России Берл Лазар. В филармонии есть разные инструменты. Здесь скрипка, здесь другой инструмент. У каждого народа своя музыка, и вместе мы создаем прекрасный ансамбль, хор, который реально хвалит Бога и дает нам самое возможное высокое благословение, которое есть на свете. Когда наш общий отец видит, что все дети дружи понравятся, тогда посылать нам все, что нам нужно. Иногда в российских регионах находили прототипы традиционных домов, сохранившихся до наших дней. Например, еврейский дом построили по образцу зданий 19 века, который сегодня можно найти в Энгельсе, Саратовской области. В этом городке до революции жило много еврейских семей. Некоторые их дома стоят до сих пор. Внутри воссоздали жилье единственного в Самаре часовщика обуса. Конечно, корни еврейские находятся очень далеко в веках и далеко по географии. Но мы говорили именно о Волге, о Средней Волге, и нам, мне кажется, удалось показать и собрать то, что рассказывает о жизни этих людей, которые неволею судьбы или волею судьбы попали на Среднюю Волгу. Воссоздали все в точности до деталей, поэтому кажется, что сюда его перенесли из позапрошлого столетия. Внутри дома также все по-старинному. Наполняют его подлинные старинные вещи самарского часовщика обуса и его семьи. Еврейский мастер был известным в городе умельцем. Создавал уникальные часы. На столе его рабочие инструменты. Крохотные запчасти от часовых механизмов, семейные фотографии. Рядом его саквояж. В комнате еще швейная машинка Зингер и ножницы столетнего возраста. Мы наконец-то все это доделали. И дом у нас заиграл, дом у нас зажил. И ощущение такое, когда заходишь туда. Это настоящий жилой дом еврейской культурной интеллигентной семьи. Представители еврейской национальной культурной автономии Тарбут-Лаам «Культура народу» в течение двух лет собирали для этого дома мебель 19 века. Искали ее у друзей, знакомых и у незнакомых людей. Как рассказала замруководитель организации Юлия Коган, удалось привезти сюда старинный диван, этажерки, где разместили подлинные фотоальбомы и скрипки, столбюро, буфет с посудой конца 19 века, товарищество Матвея Кузнецова. Все это создает неповторимую обстановку. Даже молитвенный уголок равина со священными книгами и тот из прошлого. В соседней комнате спальня супругов стрюмо, которому около 150 лет. Старинной кроватью и комодом, где расставлены флаконы с духами и ларец с бусами. Здесь же шляпки, бархатное платье и даже свадебный наряд с расшитыми туфельками. Детская кроватка, люлька и старинные фарфоровые куклы. Эта богатая история – часть наследия еврейской культуры. Не должна кануть в лету. Устроители надеются, что их потомки с таким же интересом отнесутся к жизни нынешнего поколения. Точную копию жилища воссоздали при помощи архитекторов и ученых. Музей под открытым небом продолжает пополняться уникальными артефактами и будет ждать всех желающих жителей и гостей города.